Приветствую вас, друзья! Я Донис! Мы продолжаем проходить Бога Войны! Наконец-таки мы вместе с цинишкой и готовы бороздить эти воды, изучать этот мир. Можно отправиться в множество интереснейших мест. Сейчас решим. А давайте начнем с хранилища Тюра. Может там каких-нибудь бонусов отсыпят. А потом надо как-то будет сходить в Муспульхейм, пройти задание, получить новую броню. Прокачать адские труселя. Манят они меня. Не дают покоя. А ей теперь никаких моди не будет. Хотя он может прийти и с Тором. Хрен его знает. Ну еще раз. Эх, недоброе это место. Давай. Читай. Сегодня прячу смерть в себе, а завтра жизнь даю траве. О, мне нравится. Не я ли это написал? Земля. Это что, ответ? Это земля. Ммм. Прячет смерть, дает жизнь. Мне казалось, это Горд написано. Игра недавно выходила тоже. Город называется. Город. Ну что, пиши земля. Давай. Йорф. Йорф. Типа, это земля. Блин, языки похожи. Скандинавский и британский. Если бы в Альфхемии я знала, что я бог, не было бы так совестно убивать эльфов. Ну, интересный ход мысли. Ни о чем не жалей. Эльфы заставили нас это сделать. Я уже понял. У нас свои дела. Дела богов. А они отвлекли нас своими мелкими делишками. Нет, правда. Мы так и уйдем? Само знание о том, что мы боги, придает мне столько сил. По-моему, ты слишком хорохоришься. Сильным приходится делать важный выбор, парень. Такие, как вы, служат либо себе, либо другим. Вот как Тюр. Его правда все любили? Да, бог войны. Он ведь сражался за мир. У него была репутация героя и добропорядочного мужа. Свою силу он направлял на то, чтобы прекращать войны, а не начинать. Так есть хорошие боги? Изредка встречаются. Да. Ну, какое полотно. Тут говорится о местах, о которых я не слыхал. Тюр любил странствовать. Тюр считал, что от войн и хаоса спасет не сила, а разум. А еще он понимал, что знания других культур позволят ему шире смотреть на мир, чего не достичь, сидя на месте. Один вечно ревниво охранял то, что знал, а Тюр был открыт и всегда мог поделиться мудростью. Потому смертные и любили Тюра, и приносили ему дары по всему миру. Египет, Китай и Ацтеки. Древние цивилизации. Так что случилось с Тюром? Один стал считать его угрозой. Подозревал, что Тюр сошелся с великанами вместо того, чтобы помочь Асам вызнать их тайны. Он и меня в этом обвинял, хотя, мне кажется, насчет Тюра он не ошибался. Тюр помогал великанам? Да. Он считал себя ответственным за те страдания, что им причинил Один. Полагаю, они скрыли свой след и без помощи Тюра. Напавшая путевая башня? Именно, что бы с ней не случилось, это явно было сделано совместными усилиями Тюра и великанов. Ммм, прикольно. Кстати, нечто подобное мы видели в игре Эндерал. Помните, тоже фрески показывали так же? По-моему, тоже во время спуска. Уже подзапамятовал. Ну и что это вообще было? Голова, где черная рула? Не знаю, никогда тут не бывал. Ну, какие звуки мощные. Кстати, наушники поменял. Взял Эдифайр вместо Эппеловских. Точно такие же внешние. Звук гораздо круче. Эдифайр рулит. Ирпоцы уступают. Хранилище Тюра. Что за дивная люстра? Ядрить колечко всевластия. Ну, конечно. Три кольца? Что за палец такой я носил? Ветра. Брат, наверху ветра Хельм. Да, сейчас. Ветра чего? Забыли сказать. Мы сбегали в Хельмин за лекарства. Правда? Ужасное путешествие было. Но твой папаша научился кое-чему. И без помощи, Бром. Ветра такой. Я... Потом обсуждаю. Да, паренек все это не видел. Тут статуя Драугра. Почему они кругом? А, нет. Это, наверное, тролль все-таки. Какой-то каменный, костяной. Или Драугр все-таки. Что-то среднее. Столько сокровищ. И все в паутине. Пауки забрали себя. Закрыть можно. Интересно. Блин, как же круто выглядит все это. Нарисовано просто обалденно. Ага, залезть можно. Раз можно, то нужно. Золотое правило подобных игр. Я помню, раньше квесты были. Но очень давно. В которых можно было проиграть. Если выполнял неправильные действия. Но потом такие игры закончились. Видимо, слишком они бесили. И пошли квесты, в которых если что-то можно делать. То это нужно делать. Да и, в принципе, во всех остальных играх так же. Ошибочных действий почти нет. Хотя есть еще игры с разветвлением. Но в тех старых играх можно было прям проиграть. Благодаря не тем действиям. Ну-ка, читай. А эти? Мысль быстрее ветра. Решать проблемы головой, а не ногами? Вот это по мне. Подсказка для рунного хранилища. Мысль быстрее ветра. Здесь тюр испытывает наш разум. Ну, какой? Мысль, значит. Придется думать. Не люблю. Сколько монет. Золотых, серебряных. С дырками. Обалдеть. Здесь можно опустить цепь. Помещение невероятно красивое. Тюра все, наверное, любили. Но он явно кого-то боялся. Ну, известно кого. Одина. И не зря. А Тора? Нет? Тор послабее? Один самый могучий. Всеотец. Хави. Главный бог. Всей Скандинавии. Главный ас. Все тут? Ничего нету больше? Какое, блин, залипание в Windows? Ты че? С чего он вообще решил о залипании? О, дела. Это, знаете, помощники Майкрософта. Никому еще никогда не помогали. Главное, у них столько всяческих вот этих программок. Все равно все пользуются чем-то другим. Или вручную делают. Главное, ух ты ж. Главное, ух ты ж. Вот сюда надо ветра пустить. В этот прекрасный глаз. Ну как красиво с ума сойти. Монитор, конечно, еще добавил. До этого был не такой красочный. Потрясающе все выглядит. Так бы и любовался, вот серьезно. Ладно, дальше проходить. Без записи минут бы на 20 тут залип. А-а-а, скиндуз моей родины. У меня самого такой раньше был. Бери его, мальчик. Да, бери. Вдруг нам когда-нибудь понадобится намазать масло. Потому что тебя никто не любит. То есть намазывает масло на хлеб те, кого никто не любит. Понятно. Давайте ветра. Сейчас я вас направлю куда надо. Ух ты, крутилка. Покрутим. Какие там крутые механизмы, смотрите. Гномья работа. Враги? Отлично. А-а-а, испытание, ловушка. С каждой стороны большой проход, как раз для мальчика. А-а-а. Я отца, сын, малыш. Иди, не думай мне. Ох, как тут. Зараза. Это уже не просто. Осторожней. Не-не-не, секундочку. Погоди-ка. Топор. Не так. Прикольно. Столько сокровищ. Посмотри. Жаль, нам они не нужны. Причем из разных стран. Цивилизаций. Китайское что-то было. Египетское. Уксус, пади. А, греческое, наверное. Родное. Вспомнил, родимые пенаты. Что ты нашел? Хватит баловства. Не забывай, зачем мы здесь. Видели, как это символично было? То есть, он эту вазу держал, начал вспоминать свое детство, там, молодость, наверное, а потом разбил, откинул все эти мысли. Не позволяет этой внутренней мягкости взять верх. Суровый Кратос. Ладно. Какой здоровый шлем. Какая же там голова носила его. Эх, черепки остались. А ведь эта ваза имеет историческую ценность. Это из страны песков, что очень далеко отсюда. Египет? Там есть боги? О, да. Там их очень-очень много. Они злые? На этот вопрос не так просто ответить. Кстати, египетских богов мы еще не убивали. Вариант для следующей части. Бога войны. Или для следующей трилогии. Хе-хе-хе. Не, ну невероятно красиво. Сейф. Ух ты, статуя. Как будто он тянется к золоту из-за этого окаменел. Не тем путем ты пошел, воин. Не тем. А вот и проход. О, враги. По-моему, мечи сильнее, чем топор. Вот так вот. Кошмары. Кошмары. Давай. Бей их. Ты туда его. В хель. Хорош. Эй, тут еще пришли. Добавка. На десерт. Скотина успел. Жизни, кстати, не все. Как-то он не улетел. О, нет. Зараза. Такие стрелы возьмем. Ну-ка. Тоже полезная штука. Если что, ярость есть, кстати. Как же он крут. Даня, в самый раз. По-моему, с драуграми прикольнее все уйдет. А что тебя там так задело? Это не важно. Это не важно. Для тебя важно. Это был необдуманный поступок. Лучше выбрось это из головы. Ого. Это прямо почти извинение. Наверное, тебе просто нравится пить горшки. Он разбил свои чувства. Отбросил их. Закопал глубже. Негоже великому воину их испытывать. Второе кольцо наверняка поведет себя как первое. Надо поймать ветра. Не так-то просто. Голова. Хорош. Вот скотина. Сработало. Все в хель отправитесь. Слушай, я просто хочу вам что-нибудь говорил не так. Не важно, давай не так. Я хочу учиться. Тебе не нравится быть богом. А мне может понравиться. Ух ты. Слушайте, несколько проходов получается. Обалдеть. Очень классная локация. Каждая следующая не разочаровывает. Боги гейм-дизайна. Так, не то. Залезть тут не могу. Нет, не так. Отец, нет. Блин, не рассчитал. Ну ладно, умереть тоже полезно. Отрезвляет. Слушай, я просто не учусь, чтобы это было неправильно. Не важно, правильно она меня или нет. Я хочу учиться. Тебе не нравится быть богом. А мне может понравиться. Вот так вот. Сырно. Нужны руны. Где же они запрятаны-то? Наверное, не тут. Будем искать по локации. Прямо Карен собрали из монеток. А, кстати, это корни древа Игдрасиль. Везде они. Ага! Не так. Надо, будем искать. Тут все можно крушить. В надежде найти эту руну. Ладно. Еще проходы. Понял. Иду. Я боюсь смотреть. Удачи. Так. Ага, вижу. А я-то думал, те пилы были страшными. Ну, пилы посложнее были. Ну что, еще враги? Открывайте свои порталы, ублюдки. Разве тебе не нравится все это? Богом. Находить приключения в новых мирах. Зашибись. Может, мама хотела, чтобы мы немного развлеклись? Может, мама хотела, чтобы мы немного развлеклись? Все, что мы видели и делали. Может, это ее подарок? Как же этот ветер поймать. Как же этот ветер поймать? Где он вообще находится? Там сверху, да? Видим, надо подняться и сверху спуститься. Будет непросто. А времени не хватит. Он долго слишком лезет. Но спускается чуть быстрее, наверное. Давай. Ах, вы, скаты. Топориком вас. Топориком вас. Хорош. У топора, по-моему, урон выше. Ну и злобный же ты, гад. Что там написали? Зловещий кошмар. Одним броском папа ранит их дважды, когда кидает и когда возвращает топор. Это да. Это мы знаем. Смотри, ловушка для ветров. Время немало. А, в другое место засунуть можно. Правильно? Не так. Вот сюда. Вот. Все. А хрен ты думал? У меня жизни все, кстати. Вроде терял же. Видимо, что-то восстанавливает. Куда надо всунуть? А что тут написано? Малец не читал вроде бы еще. Месяц, солнце и луна. И волки. Катти и Скель. Получается, они дети Фенрера. И события, которые происходили в Assassin's Creed Valhalla, они были и раньше, чем эти. Видимо, тогда асы еще были добрые. Ну, относительно. А тут... Скурвились. Холера, Юдорасиль. Ловушка. Это метка, которую Фрея поставила. Не уйду. Как тебя вытащить? Потяни цепи на стене. Их тут три. Что мне делать? Атрей, соберись. Ты справишься. Поспеши. Я не знаю, могу ли я утонуть. Так. Хатти Серебряный гонится за Луной. Сколь золотой гонится за Солнце. Когда они съедят Солнце в Луну, будет Рагнарёк. Но тут все перепутано. Ты молодец. Луна налево, Солнце направо. Мидгард посереду. Но какой рычаг тянуть? Средний тене. Средний рычаг. Нет, не так, зараза. Левый. А, все, я понял. Средний. Надо по порядку. Луна слева, Солнце справа, мидгард посереду. Правый. Средний рычаг. Все элементарно. Слева, Солнце справа, мидгард центр. Левый. Тене правый. Средний. Луна ми и Харцонцев. Луна ми и Харцонцев. Ну все, а что не так? Средний. Средний рычаг. Надо их разделить как-то сильнее. Все, я не успел. Отец, нет! Окей, загадка со временем. Прикольно. С первого раза не прошел. А, луна слева, бляха-нуха. Все, сейчас сделаем. Средний рычаг. Не просто луна, это луна. Планета в голове. Левый. А тут луна, это месяц, имеется в виду. Надо по порядку. Средний рычаг. Вот, все. Правый. У нас слева, солнце справа. Левый. Все. Случилось. Ну, это не луна, это месяц. Ядрить люстра слишком красивая. Мальчик, останови эту цель. Ставь что-нибудь туда. Впихни. Давай, малец. Я знаю, что делать. Ее муж? А как еще? Не вышло. Почему не вышло? Вышло. Ха, хорош. Достойное применение для ножа. Ее нож. Знаю. Зато ты спасся. Это было умно. Я думаю, мать одобрила бы. Какие тут механизмы интересные. Загадка очень прикольная была. Но тут... Особенности перевода. Просто у меня в голове луна. Это планета такая. А вот эта штука, это месяц. Поэтому я думал, что Мидгард это луна как раз. Между ними месяц. Ну, до конца еще не дослушав. Сразу все решил в голове. Ошибочно. Заберите черную руну. Руна у нас. Все получилось. Так, посмотрим, что приготовил для Настюр. О нет. Защитная руна Фрейс мылась. Что же делать? Продолжать путь. А еще одно нарисует. С нее не убавиться. Блин, ну как же красивые отражения эти. С ума сойти. Потрясающая игра. Жизни все. Вот она. Мы ее нашли. У тебя есть другой нож. Которым масло намазывать можно. Вот. В день, когда ты родился, я сделал два ножа. Смешав металлы моей земли и этой страны. Один для себя. А другой для тебя. На будущее. А-а-а-а. Какой важный момент. Ритуальный прямо. Я теперь мужчина? Как ты? Нет. Мы не смертные. Мы нечто большее. И ответственности на нас куда больше. И ты должен стать лучше меня. Ты понял? Отвечай. Я стану лучше. Сила оружия. Любого оружия. Кратес тоже взрослеет. Идет отсюда. Но управляет им это. Самоконтроль. Дисциплина того, кто им владеет. В этом заключается сила настоящего воина. Никогда не забывай. Мудер. Ладно. Идем. Получается, все время до этого он обдумывал эти слова. Хе-хе-хе. Грейва. Ничего особенного, вроде бы. Пусто. Стой. Только мальчик может использовать ее. Драугу рожил. Может они все теперь живут? Руна, ты ее видел? Да. Ты уверен? Уверен, точно. Хорошо. Целься в лицо. Пепельный хрендель. Давай-ка, мечами тебя. Справа. Ярость. Передись сзади. И инис ты еще. Камушек. Получай пендель, хрендель. Лети за ними. Против этого, инистого, наверное, мечи лучше. Камушек. Что-то он разорался. Не к добру это. Туда урон тоже идет. По второму. Ах, блин, туман. Ослепили, ублюдки. Нам этот срок не сойдет. Задел таки. Мне пофиг. Чем, блин? А что такое? У меня камень был. Повезло. А чем меня задело? Да блин, я же отскакиваю. Эти штуки взрываются, наверное. Так, топор. Он восстанавливается, что ли? Ну, сдохни уже. И замедлился. Одного гуляли. Слева. Танк жизни. Хорош. Одолел такие. Потому что камень не забыл купить. Вот. Наука. Добрая битва была. Пепельный Грендель. Наверное, он был братом того, второго Гренделя. Или просто еще пепельный почетный титул, принятый у огненных троллей. Как мало мы знаем об этих существах. Но, думаю, самое главное нам известно. Все они хотят нас убить. А потому их надо убить первыми. По крайней мере, так считает папа. Мы видели во время игры очень много таких статуй. То есть, скорее всего, теперь они будут оживать. И теперь будет куча таких великих, славных битв. Красота. Инеистый Грендель. Инеистый Грендель. Легендарное существо. Даже мама считала его мифом. Говорят, что он был самым сильным и грозным из всех каменных троллей. Имени инеистых у них удостаиваются только самые почтенные и уважаемые воины. А теперь он мертв. И по делам. Нечего было нападать на нас. Все погибнут, кто нападет на нас. Закаленная сталь. Сразу две штуки. Вот. Я ждал этого момента. Теперь мы прокачаемся. Ярость Тартара. О май. Это сильная руническая атака. Огненная. Вот. Тут еще важно. Видите? Тип атаки. На кого-то лучше мороз. На кого-то лучше огонь действует. Я так предполагаю. Хотя вроде сейчас урон проходил и от мечей, и от топора. А, но это для мечей. Правильно. Для мечей у нас сейчас ничего нет. Поэтому в любом случае берем. Выглядит мощно. Устрашающе. У нас опыта дофигища. 18 тысяч. Самое дорогое улучшение. Да. Ну-ка попробуем. Накопить энергию и жахнуть. Нет, это не то. Вот так вот. Ох ты ж ядрить. Мощь. Пламя хаоса. Небольшой огонек, не имеющий источника. Оно распространяющееся во все стороны. Возникает на местах великих бит. Используется для улучшения клинков хаоса. Блин. Сколько мы все уже получаем сейчас? Сундучок. Ай да славно. Короче, надо идти по сюжету, пока можешь. Самая быстрая прокачка тут. А потом уже все остальное дочищать. Так, потенциально эти рукоятки лучше. Если мы прокачаем. Умеренный шанс получить защитный барьер, поглощающий урон от вражеских атак при успешной атаке растущая ярость. А что за растущая ярость? Это ярость тартара, спартанский натиск. У нас нету растущей ярости. Поэтому пока нет смысла их брать. Эти рукоятки. Потрясающее место. Ну, относительно недолгая была миссия, в общем. Все-таки с великаном покруче было, если так сравнивать. Но это более красивая. Локация просто потрясающая. Опять же, потому что внутренняя. Больше ресурсов можно более красиво сделать. Что мы тут еще не взяли? Что нам скажет карта? 42% всего. Храм Тюра. Легендарные метки еще две. Легендарный сундук. И хрен знает что еще. Я немножко осмотрюсь. А, мы руны же не нашли там, помните? Чтобы вскрыть сундук. Вот еще проход, смотрите. Ага. Ну, тут проще. То есть в играх получается, чем более маленькие локации, тем можно более крутую графику сделать. Вспомните, например, Doom 3. В свое время эта игра была настолько крутая по графике, это был просто ядерный взрыв. Она показала такую картинку, которую даже во снах мы до этого не видели. Но помещения там были, локации супер маленькие. Узкие коридорчики. Так это работает. Так, ты смотри-то. Вот эта штука мне больше нравится. Против глазиков очень хороша. Прямо в отре. Тут что? Еще раз можно посмотреть на камень. Это с корабей, кстати. Ну, что еще могло быть? И топор. Странно, что Кратос ничего не сказал про этот топор. Он же у них разбирается. Вот, кстати. Вторая печать. Ну, кстати, на всей локации ни одного вора на Одина не было. Хоть сюда эти крысы пернатые не добрались. Вон, все, нашел. Да, более-менее рядом должно быть все. Слишком далеко обычно не прячет. Отлично. Наш сундучок. Ну, яблочко давай. Да! Последнее. Третье. То есть, всего девять их было. Так было вначале написано, что всего будет девять. То есть, мы очень сильно прокачались. Ну что ж, давайте выйдем из этой локации уже. Что тут осталось? Легендарный сундук еще. Две легендарные метки. Крамчура. Может, это имеется в виду в других еще местах сверху? Ладно, пойдем отсюда. Так, достаточно наутались. Ну, очень серьезная прокачка произошла. Легендарный сундук. А, теперь мы поехали вверх с этой руной. Наша цель так близка. Сядь. Это вино с острова Лемнос, который недалеко от моей родины. Пей! Я еще несовершеннолетний. Пей! Лемнос. Закончание пути. Можно? Пахнет тухлыми яйцами. Оно не из кисла? Кто знает. Хе-хе-хе-хе. Так и становится мужчинами. Иногда боярышник, иногда спирт разбавленный. А иногда и протухшее вино. Теперь ты мужик. Свет! Мы на вершине мира. Потому что ее больше нет. Это из-за тех других богов? Просто... Ты так ненавидишь богов? Но Тюр ведь был хороший. И ты тоже. Ты убивал только злых, да? Да. А? Вот только кто может об этом судить? Молчи, голова. Мы можем. Мы достойны. О! Ты говоришь совсем, как твой отец. Хе-хе. Готов. Готов. Идем. Эх, люблю я этот юношеский оптимизм, Задор. А мне понравится быть богом. Перед нами снова целый мир. Ах, как прекрасно. Обожаю эту игру. Великолепная сказка. Мы идем, куда хотим. Делаем, что хотим. А теперь пойдем искать великанов. Да. Узнав путевую руну Йотунхейма, мы можем вернуться к вратам на вершине горы и применить резец по назначению. На этот раз никто нам не помешает. Идем. И на этом прекраснейшем моменте серия заканчивается. Всем, кто смотрел, благодарствую. До встречи. И оставляйте комментарии.